Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава от Азрия. В этой недельной главе есть такие слова. «Постирает очищающиеся одежды свои и сбреет волосы». Это о прокаженном. Нужно понять, зачем прокаженному сбривать волосы. Интересное объяснение находим мы у Иосифа Хайма в книге «Бен Ишхай». Один коин жил тем, что диагностировал проказу. Однажды он обеднел, ему стало трудно кормить семью. И он услышал, в другой стране, людям хватает заработка, решил отправиться туда. Позвал он жену, рассказал о своем решении. Сказал, что люди приходили ко мне с вопросами о проказе, потому что никто в наших краях не разбирается. Я тебя научу, чтобы ты могла различать проказу, и этим будешь зарабатывать, пока меня нет. Вот тебе верный знак. Для каждого волоса на теле человека Бог создал малюсенькое отверстие, наподобие источника в коже, который, ну, этот волос, откуда он черпает жизненную силу. Если увидишь, что волос засох и стал бесцветным, знаешь, что все, пересох источник. Значит, здесь проказа. Если волос свежий, все, проказа извлечена. А если будет два волоса в одном отверстии, спросила жена. Такого не бывает, сказал ей Коэн. Для каждого волоса Бог создал один источник, и они не питают два волоса из одного источника. Услышав это, жена ему говорит. Так послушай, о чем ты говоришь. Если у каждого волоса Бог создал источник, то посмотри на себя. Ты и твои дети питаются от тебя. Неужели Бог не даст тебе источник, от которого будешь питаться ты, если он дает это волосу? Несомненно, послушался ее муж и остался дома. А Всевышний подарил ему заработок. Так написано в этом маленьком рассказе. Сегодня в очередной раз мир сделал резкий поворот. Всегда думали все, что могут предсказать завтрашний день, что все более-менее понятно. Подтвердилось сказанное, что много замыслов в сердце человека, но спудится то, что предопределено Всевышних. Поэтому мир меняется. В кризисных ситуациях появляются и сильные стороны человеческой души. Вообще, Минахи Миндалшин Нейрсон говорил такие потрясающие слова, что наши высочайшие достижения коренятся именно в кризисных ситуациях. И чем больше трудностей выпадает на нашу долю, тем большими победами не могут стать, точнее залогом побед могут стать. Какая бы ситуация ни была, у человека в общем-то хорошая, плохая, средняя. Обычно человек хочет еще немножко лучше. Это нормально, по-человечески. Но множество людей не просто хочет еще лучше. У них есть просто серьезные и важные проблемы. Реальные проблемы со здоровьем, кого-то с работой, кого-то с семьей, кого-то с окружающими. Скажите, это постановление неба такое? Несомненно, ничего не происходит без постановления неба. Можно ли добиться его отмены или облегчения? Еще как можно. Как это сделать? Чтобы узнать, как добиться отмены тяжелого приговора, следует понять, по какой причине он был вынесен. Написано в древних книгах, что причина только одна. Любое зло, ничто иное, как сокрытие блага и сокрытие лика Бога. А почему он скрывает свой лик? Об этом тоже абсолютно ясно сказано в Писании. Ведь не короткая рука Бога, чтобы спасать, и не туго ухо, чтобы слышать. Ибо, в чем проблема? Только грехи ваши произвели разделение между вами и Богом. То есть, вот если здесь поставить точку и попытаться разобраться, то мы своими действиями создаем сегодняшний мир. Мы своими действиями создаем сегодняшнее свое окружение. Это значит, что исправленными действиями можно исправить весь мир. Надо начинать что-то делать просто. Надо понять такую вещь. В сущности, вот почему происходит наказание человека? Человек, Бог ведь не полицейский. Он не стоит на посту, чтобы вылавливать там грешников и бить их по голове. Наказание это то, что человек сам навлекает на себя своим неправильным поведением. Если, например, человек неправильно питается, его организм обязательно будет страдать. И это не божья кара, а неизбежный результат ошибки и действий самого человека. Хафецкальм, кстати, от имени Ицхака Изволожина, объяснил изречение наших мудрецов. Лицо поколения, как морда собаки. Для пса естественно, что когда его бьют палкой, он бросается на палку, чтобы ее укусить. Пес видит в палке причину и фактор своих проблем и избиения и не обращает вообще внимания на человека, держащего палку. Хотя он и является бьющим, а не палка. Вот такое лицо и нашего поколения. Мы ведем себя, как избиваемый пес, именно потому, что видим только палку, как избивающий нас фактор. Однако отказываемся видеть стоящего за ней и то, что он и является фактором бьющим и сокрушающим нас самих. В свое время, вы знаете, Якову Каневскому, это Гаон Стамблер, сказали, что есть такая сгула, ну, там, примета, как жить, прожить жить без страданий. А в ответ он только рассмеялся и сказал, разве страдания не есть необходимая часть жизни? Вопрос лишь в том, что, как к ним относиться. Если положить в основу своего отношения к жизни претензии к Всевышнему, это одно, а если понять, что абсолютно все, что посылается нам сверху к добру, это совершенно другое. Конечно, это сложно, конечно, так тяжело жить. Конечно, мы видим те факторы, которые реально мешают жить сегодня. Но это правильно, это мудро и это помогает. Ну, и чтобы на оптимистической ноте закончить наш урок, вы знаете, я читал такие каббалистические вчера различные приметы, и вот Рабин Ахман из Браслова сказал следующие слова. Если вы сегодня чем-то озабочены, если вас что-то, так сказать, тревожит, финики отменяют озабоченность. То есть надо найти финики съесть. Другого варианта на сегодня не видно. Это шутка, но просто, это не шутка, что так написано. Так написано, но шутка, что только финики все отменят. И тем не менее, вы знаете, пусть все будет хорошо, брахава от слоха, а финик съесть на всякий случай неплохо.